Специально ко дню Великой Победы в офтальмологической клинике Тризе для всех пенсионеров скидка на комплексную диагностику зрения 50%. Подробности по телефону в Анапе 30 31 0. Улица Крымская 242. Офтальмологический центр Тризе. Здравствуйте! В эфире телеканал РЕН-ТВ. Новости Анапа. Регион. В студии Ирина Меркурьева. И сегодня выпуски. В школах Анапы прозвенел последний звонок. Мусор на пляжах с иностранным акцентом. В 12 микрорайоне отметили День соседей. День, который навсегда останется в памяти. В анапских школах прозвучали последние звонки. На путь свет учителей родители услышали более 2000 старшеклассников. Почетным гостем на празднике во второй школе стал глава Анапы Сергей Сергеев. Как и 11 лет назад, на школьный двор вчерашние ученики вошли парами. Им предстоит услышать самый трогательный и самый запоминающийся последний школьный звонок. Директор школы Татьяна Качьян встретила почетных гостей праздника. Главу Анапы Сергея Сергеева, руководителя департамента по архитектуре и градостроительству Краснодарского края Юрия Рысина, ветерана войны Николая Бомко, депутата совета Веру Севрякову. Хочу пожелать выпускникам успешной сдачи. Вторая школа всегда давала Анапе хороший положительный результат. Я хочу пожелать всем учащимся хорошего летнего отдыха. А мы за это время приготовим школу к новому учебному опыту. Хочу пожелать родителям, чтобы дети вам летом доставляли меньше беспокойства, больше положительных эмоций. Мы выделили более 25 миллионов рублей на летний отдых. Будут работать и школьные площадки, и внутридворовые. В гости праздника вручили школе подарки. На торжественной линейке прозвучали стихи о годах учебы, песни о школе, напутственные слова. По доброй традиции выпускники исполнили прощальный вальс. И вот тот самый волнительный момент – долгожданный последний звонок. Не хотели этого дня, потому что очень грустно расставаться со школой. Очень не хочется уходить, во взрослую жизнь все-таки вступать. Я заплакала, у меня столько эмоций, потому что я очень любила наш класс, люблю наш класс. Теперь желаю всем сдать хорошие экзамены и хорошо устроиться в жизни. Торжественная линейка подошла к концу. Воздушные шары взмыли в небо над Анапой. В сельских школах Анапы тоже прозвучали последние звонки. Наша съемочная группа побывала в 11-й школе села Субсех. Школьные годы промелькнули, как в калейдоскопе. Много чего было. Первые победы, поражения, первые жизненные уроки, первая любовь. Последний звонок, он всегда грустный. Прозвучало много добрых пожеланий и напутствий. Успешно сдать экзамены, успешно поступить в высшие учебные заведения, достойно представлять муниципальное образование города Анапы в своей жизни. Никогда не забывать тех людей, которые дали вам эти знания, которые дали вам путевку в жизнь. И белые фартуки закружились в прощальном школьном вальсе. Они еще не осознали, что большой жизненный этап уже позади. Но школьную дружбу дали слово беречь. Друзья из школы, они друзья навсегда. Это не забудется никогда. Самый важный момент нашей жизни. Поздравить выпускников пришли и те, кто только начал свой большой школьный путь. Первоклассники трогательно пожелали ребятам стать такими, на кого им будет приятно равняться. Каждому на счастье волшебный пятачок. Когда я выпускалась в 10 классе, была такая примета. На счастье мы брали пятачок, чтобы сдать экзамены на 5. И поэтому сегодня мне от души захотелось пожелать ученикам, чтобы они успешно сдали все экзамены. Буквально на этой неделе я бегала с мешочком счастья, с этими монетками. Через всех учителей они прошли, через руки всех учителей. С наилучшими пожеланиями успешно сдать экзамены. Они прижимали их к сердцу, они закрывали глаза, они шептали этим монеткам. Для того, чтобы они хоть как-то поддержали этих детей на счастье. Школьный колокольчик закрыл уходящий учебный год. Улетели в небо шары, а с ними и детство. Впереди выпускные экзамены и взрослая жизнь. Все дороги открыты. Уже сегодня проводился первый экзамен для выпускников в рамках государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ. Экзамен по выбору литературы, географии проходил на базе городской средней школы номер 6. 56 выпускников 11 классов общеобразовательных школ сдавали литературу, 7 выпускников – географию. Как отмечают по итогам в управлении образования, в ходе проведения экзамена нарушений не установлено. Провести ревизию всех канализационных коллекторов сначала в центральной части города, а затем и во всех микрорайонах и сельских округах. И найти все незаконные врезы в канализацию – поручение глава Анапы, руководителю водоканала и мониторинговым группам. Совещание на серьезную тему загрязнения моря с точными водами прошло в администрации в субботу. Количество сбросов через ливневые канализации нечистот в Анапскую звуку напрямую влияет на количество водоростей, так называемой водки, и, понятно, что на качество воды. Мониторинг ведут специальные группы. Особенно тщательными проверки должны быть в СОКО, Витязево, Благовещенской. Частный сектор пройден, но не весятся, в основном там, где люди подключены к канализации, где насытки как-то не закончены. А санаторный природный блок, ну, визуальный осмотр проведен, но вот сейчас, когда сезон начнется, уже конкретно будем смотреть. Десятки кафе, гостиницы и отели все дают нагрузку на сети. В договорах с коммунальными предприятиями норма одна, по факту совсем другая. Это повод для обращения в суд с требованиями запретить деятельность тех, кто плюет на экологию. У нас, из кого их, не назовут цифру, достаточное количество при остановке деятельности. Мы можем и по этим основаниям выходить, но мне нужны для юристов материалы и от водоканала, и, может быть, от групп, которые работают. Участникам совещания глава Анапы дал ясно понять, заниматься поверхностно этой темой он не позволит. Тот, кто сбрасывает нечистоты в Витязевский лиман, в Анапскую бухту, просто лишится своего бизнеса. Все чаще городские службы фиксируют массовые выбросы мусора на береговую линию. Причем на использованных упаковках и банках, выброшенных морем, нет ни одной надписи на русском языке. Скорее всего, таким варварским способом утилизируют отходы иностранные суда. Глава Анапы Сергей Сергеев дал поручение по каждому подобному факту направлять материалы в прокуратуру. Чтобы пляжи Анапы были чистыми и красивыми, городские службы прикладывают немало труда. В сезон, когда идет наплыв отдыхающих, с пляжей ежедневно вывозится до 25 тонн бытового мусора. Уборка идет не просто каждый день, а каждый час. Группа наших сотрудников в количестве 10 человек убирает 4 километра территории. Это пляж Витязева, непосредственно наша территория 4 километра. Муниципальный пляж 750 метров. Значит, люди разбиваются по секторам и каждый час двигаются от территории к территории, убираясь каждый свой сектор. Массовые выбросы мусора, которые фиксируют в районе центрального пляжа и Витязева, не просто неприятный сюрприз. Это настоящая беда для тех, кто каждый день выходит на уборку пляжей. То, что мы собираем, это все иностранная продукция. Турция, что-то болгарское, то, что с моря это все в воде и очень много. Например? Тюбики от зубной пасты, флаконы от шампуня, пакеты, ведра, малярные, там, какой-то строительный, водовосионка, там, вот такое вот все. На субботнем совещании глава Анапы поднял этот вопрос и дал поручение документировать каждый подобный факт. Это стоят на рейде, либо подходят. И вот он идет 20 дней, 30 дней в рейсе. Все, что они съели там, они должны утилизировать за деньги. Здесь за небольшие, у себя в порту за большие деньги. Они выбрасывают в море. Проблему надо решать при содействии транспортной и природоохранной прокуратуры, подчеркнул Сергей Сергеев. 29 мая во всем мире празднуют День соседей. Жители 12 микрорайона не стали ждать середины недели. Ярко и весело отметили День добрососедских отношений в минувшее воскресенье. Хорошо, когда между соседями царит мир и согласие. Как, например, у жителей домов 12 микрорайона. Вместе на посадку цветов, вместе на праздник. Больше всех радовалась ребятня. К ним в гости из волшебной страны, где живут только дружные соседи, приехали два клоуна. Повеселили от души и подарки подарили. Весело, музыка, хорошо. Пока дети мастерили поделки, взрослые демонстрировали свои таланты. И не только музыкальные. Яркие номера, мелодичный саксофон, все желающие кружились под музыку. Шквал аплодисментов вызвал танец казачки и бравого казака. Дружить с соседями – дело хорошее. Потому что живем все-таки вместе, рядом. А бывает, живем в соседних квартирах и видимся раз в год. Соседи у нас хорошие, очень приятные мамы, с которыми можно погулять, провести время. Получился настоящий семейный праздник. И пожелания звучали соответствующие. Чтобы был мир, понимание и крыша не текла. Приближается самое долгожданное время года. До лета всего семь дней. Но Анапа уже распахнула свои двери отдыхающим. Самый солнечный в стране курорт уже готов к курортному сезону. Цветочные часы отчитывают последние минуты до начала летнего сезона. Ласковый май радует солнцем и теплом. Пляжи побережья готовы к наплыву туристов. Идет сборка и установка навесов, шезлонгов. Пляжи вычищены и выровнены. Удобно расположились под солнцем первые отдыхающие. Здесь очень хорошо. Теплое море, песок белый. Все прекрасно. На центральном городском пляже уже людно. Морская вода всего плюс 19 градусов. Но желающих искупаться немало. Второй раз в Анапе. Есть изменения, много чего изменилось. Все отлично. Пляж замечательный. Набережная тоже хорошая. Вода для мая еще холодновато. А так тоже вполне для купания уже пригодно. Хороший город. Чистый. Особенно улицы чистые у вас. Первые детские группы прибыли в анапские здравницы. Подготовленная к лету набережная яркими красками и цветочными композициями манит прогуляться. Для курорта летний сезон – время напряженное. Кипят подготовительные работы. Она по-традиционно встретит своих гостей во всей красе. В минувшую субботу в детском парке «Островок сказок» для членов клуба молодой семьи «Вера, надежда, любовь» прошла спортивная эстафета «Семейный забег». Наша съемочная группа побывала на мероприятии. Перед началом эстафеты – бодрая зарядка. Пять семейных пар соревновались не только в скорости прохождения дистанции, но и в ловкости умений найти решение любой задачи. Молодая семья Окоховых принимает участие в забеге уже второй раз. В прошлом году Людмила и Александр заняли третье место. «Объединяет семьи, семьи становятся дружнее, не только дома. Дома мы сидим, в основном дом, работа дом, какие-то домашние дела, а это вышли, пообщались друг с другом, с другими семьями, обмен опытом, чем-то, какими-то знаниями». Участников эстафеты ожидали разные интересные станции. Пары бегали завязанными ногами, мужья пришивали пуговицы, жены забивали гвозди. Вместе стреляли в яблочко, выполняли интеллектуальные задания. Андрей и Мария Павленко участвуют впервые. Мария – экс-руководитель клуба молодой семьи, сейчас в декрете. Три месяца назад родила двойняшек Елену и Анну. «Стараемся, стараемся не пропускать мероприятия, которые организованы как в городе, так и внутри управления по делам молодежи. Главное участие, посмотрим, как мы пришли в себя после родов, так как прошло не так много времени». Каждая семья получила яркие эмоции от прохождения эстафеты. Первое место завоевали новички клуба «Семья Ивана и Дарья Кисляк». Второе место за семью Виктории и Алексея Кузьмук, а бронзу забрали Мария и Андрей Павленко. Завершит выпуск прогноз погоды. До лета остались считанные деньки. Самая счастливая пора. Хорошее настроение, желание двигаться, что-то делать, открывать новое. Во вторник в Анапе сохраняется ясная погода. Правда, будет чуть прохладнее, чем в последние дни, до плюс 21 градуса. В хорошую погоду самое время пройтись по магазинам и заглянуть в салон магазина. Магазин изделий из камней самоцвета в Тайной Медной Горы за приятными покупками. Наш мир наполнен неизвестными и неразгаданными тайнами, которые манят как магнит. Особенно много тайн хранят в себе благородные камни. Магазин Тайной Медной Горы приглашает приоткрыть этот секрет. Большой выбор изделий из натуральных камней, украшений из серебра, авторские изделия. Салон-магазин Тайной Медной Горы подарит вам ощущение волшебства, таинственности и чарующей сказки. Приглашаем вас по адресу улица Крымская, 114. Генеральный партнер программы – клиника Тризе. Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. До встречи. Специально ко дню Великой Победы. В офтальмологической клинике Тризе для всех пенсионеров скидка на комплексную диагностику зрения 50%. Подробности по телефону в Анапе 30 31 0, улица Крымская, 242, автормологический центр Тризе.